Итак, мотор, запись, озвучивай. В нашем распоряжении из далекого острова Бали имеются скульптуры бобов. Мы планируем разместить в Кеслахоле и проводить мероприятия. Красочные, различного рода. Ждем с нетерпением окончания ремонта, для того, чтобы их там разместить. И будем ждать с нетерпением гостей. Это был сам Илья Евгеньевич Буренко. Это вот Форзе Картинг. Группа. Форзе Картинг – это его детище. И вот Камилочка и все остальные. Дорогие друзья, можно в зале Теслахолла провести пуджу. Предлагается провести пуджу. А можешь рассказать эту историю, которая произошла, когда ты прочитал мантру? Это же вообще уникально. Я вчера рассказал это Лосову. Я говорю, как простой, простой, очень, ну не приземленный, но уверовал. Пример, как простой мирянин уверовал в результативность действия. Ну, насчет мирянина, ты имеешь в виду, наверное, там, моя коммерческую деятельность. Ну, просто как-то зафиксировал этот эффект. Я, все просто, я на фейсбуке обратил внимание, что нахожусь накануне праздника, я не помню, как это еще называется, но участвую не Ганеши. И, проснувшись рано утром, мне почему-то захотелось прочитать мантру Ганеши. У меня дома есть небольшая скульптура. Я в Благаоне и вместе с компьютером прочитал эту мантру. Мантра, еще раз, мантра Ганеши. Мантра Ганеши. Во второй половине дня этого же дня выясняется, что в нашем небольшом сувенирном магазине красивых деревянных изделий с острова Бали выяснилось, что у нас какие-то астрономические продажи, которых не было очень долгое время. Ну, я считаю, что это такое небольшое чудо без божественного вмешательства. Вмешательство Ганеши, я думаю, не обошлось. И я уверен, что мое обращение к нему в виде мантры сделал свое дело. И прям я поверил в чудо. Скажи, пожалуйста, чтобы нас не могли обвинить в неком перекосе религиозном, если к нам обратятся представители ислама или иудаизма о проведении такого же культового мероприятия. Как ты на это смотришь? Абсолютно нормально. Единственное, нужно четко понимать, чтобы исключить всякого рода радикализм. Все остальное сделано с удовольствием. Потому что мы находимся в изучении знаний, которые, мне кажется, гораздо древнее, чем все современные религиозные теории. Скажи, пожалуйста, такой очень острый вопрос. Я не могу обойти его. Мы видим, что у тебя на одном из почетных мест находится фотография нашего президента. То есть ты сверяешь часы, это дань моде, это политическая безопасность. Все, что здесь представлено, я, можно сказать, со своими руками ничего не делал. Сюда приходили мои друзья, коллеги по работе. Все, что здесь находится, сделано их руками. Возможно, за исключением фотографий моей дочери, наверное, которые я разместил сюда сам. Все остальное было сюда размещено, еще раз говорю, моими партнерами, друзьями и женой. То есть ты к этому не прикасаешься, это некий колумбарий такой. Ну да, да, да. Серьезно, абсолютно говорю, что все, что здесь стоит, было, само собой, размещено без моего участия. А вот еще нас учили в школе здравого смысла читать разведпризнаки. Мы видим вот здесь бабочки, то есть вы живодер, да, вам вот вы коллекционируете это. Ну, картина, живопись, это хорошо вас характеризует. Вот Forza Sport, это ваша реклама, как вы можете. И вот доходим, вот, ну, просто ходит очень много слухов, что Ярослав, ФСБ, служба, проект Кремля. И вот у Ярослава помещение, а в помещении висит, ну, я должен сказать, что это достаточно, ну, мало тиражное здание. Его в магазине не купишь. Да, верно, но, опять же, я там не буду ничего комментировать, еще раз и говорю. И в том числе, кроме вот этой полочки, которую мы только что видели, и все, что находится слева от нее, тоже разрушено немного. Моими друзьями и товарищами, которые к нам приходят в гости, вот, в том числе и календарик, и эти бабочки. А что же у тебя внутри, Илья Буренко? Где же твое? Где же мое? У меня внутри огромный мир, многогранный, с которым я разбираюсь и в последнее время очень активно. Открываю в себе новые грани. С одними гранями сложно, с другими интересно, с другими помогают. Ну, наверное, как-то и жизнь любого человека, она многогранна. Ну, пытаемся развиваться, учиться о каком-то новом знании. Вот, интересно. И в той жизненной фазе, в которой я сейчас нахожусь, наверное, я вот как раз поймал в эту волну новые интересы, которые пробудили во мне новое дыхание жизни. И желание жить, развиваться, учиться, искать новые знания. Ну, сам себя не похвалишь, можно ли вот конкретизировать, что именно с появлением глобальной волны начались радикальные преобразования? Кстати, я об этом не думал, но сам себя не похвалишь, никто не похвалишь. Я не исключаю, что глобальная волна и персонализированная в лице Ярослава Старыхина, наверное, внести свою лепту в то действие, о котором я только что рассказывал. Ну, и чтобы чуть проанонсировать, что это не просто слова, а ты как инженер, как инженер-ракетчик, знакомая тема самолетостроения, гонщик, спортсмен. В общем, приезжает разработчик с Украины. У него есть видение, что он привезет прототипы. Если прототипы подтвердят заявленные характеристики, возможно, промышленная производство. В чем явные конкурентные преимущества и какие ниши ты видишь? Ну, собственно говоря, ниша простая. Есть острые необходимости в подобного рода технике для собственных нужд, для картодрома, который мы эксплуатируем, для детской школы и так далее. Мы заканчиваем создание электрического карта. И если заявленный электромотор окажется такой эффективный, как он был заявлен автором, то это будет большой шаг вперед. Мы не просто его поддержим, а попробуем это продвинуть на более массовый уровень и делать из него не только электрические карты, а и сделать модель транспортного средства, на котором можно действовать по дороге и общей пользе. Насколько ты можешь объективно себя оценить, насколько ты экспертен и компетентен, что данная тематика настолько уникальна, что это не стыдно переговорить с первым лицом? Все очень просто. Будет проведен натурный эксперимент на нашей технике, и он, собственно говоря, подтвердит то, что заявляет автор. Но прототип же не подтвердит. Это надо изготовить малую серию. Не, серии не. Ну зачем? Если есть прототип, мы его ставим просто на наш электрический карт и смотрим его характеристики. Но уже не привезет двигатель, который для карты. Мы же не знаем, что он привезет. Хорошо, но из-за того, что он привезет, если он не привезет саму технику, мы попробуем ее реализовать своими руками. И мы поймем, насколько эффективен тот метод, который он предлагает в усовершенствовании электрических моторов. Какие планы по... Ну, у меня чуть инсайда есть, поэтому я задаю вопросом. Еще успеваем? Да, да. Скоро начинается формула, если у нас есть никогда, формула-1. Какие планы по созданию цеха в прямом эфире переоборудования автомобиля на электротягу? Ну, наверное, в прошлое время надо об этом говорить. Для начала нужно привести еще раз говорю. Натурный эксперимент с электродвигателем, о котором мы о том, что говорили. Если мы понимаем, что он эффективен, то мы найдем возможность провести уже этот эксперимент на... Полномасштабный? Полномасштабный, да. На автомобиле предназначенный для дорог общего формирования. Я вас понял. Хорошо, с Миши нам вчера обсуждали указ 208, я его прочитал. Да, я, к сожалению, не спел его прочитать, но... В общем, все, что делает глобальная волна, это в рамках указа 208. Абсолютно, да. Ну, надо убедиться, что это не фейт. Нет, я на Кремлин Роид смотрел. Да, я тебе прислал ссылку. Ну, все, спасибо. Давай, друзья. Бурьянк Илья Евгеньевич. Тесла Групп? Тесла Форза Групп? Да.